Всем овов? Рады сообщить вам, что наш первый и, надеюсь, не последний комикс уже поступил в продажу. Вы можете приобрести его на нашем официальном сайте или в магазине 28. Ссылки в описании. Возможно, он появится еще в нескольких магазинах, но не переживайте, мы обязательно об этом сообщим еще в наших соцсетях. В институте и на личных страницах ВК. И да, за границу отправляем. Куда угодно. Кроме Латинской Америки. Sorry, guys. Почта России просто не отправляет туда. Наверное, за пандемию. Или потому что почта России. Пару слов о комиксе. Как я уже говорила в прошлом ролике немного о планах, сюжет комикса представляет из себя, по сути, 11 серию первого сезона. Речь в которой пойдет о том, куда отправился Глэм после своего ухода из дома и как складывалась его с Чессом жизнь. Более мы не планируем возвращаться в этот промежуток времени. И уже во втором сезоне речь пойдет о повзрослевших Чесси и Глэме. Вы ничего не потеряете, если не будете знать сюжет комикса. Повествование в мультике не станет более рваным и никаких сюжетных дыр не появится для тех, кто не ознакомился с этим графическим произведением. Однако, комикс поможет вам больше проникнуться персонажами. Особенно некоторыми. В целом мы очень довольны комиксом. Большое спасибо конфедерации и в частности Мише. Но, к сожалению, по техническим причинам пришлось чуть уменьшить постер, который находится в каждом экземпляре. Аккуратнее открывайте, он может выпасть. Он получился формата А3, а не того, что мы задумывали ранее. И также есть парочка недочетов, связанных с тем, что мы ранее никогда не рисовали комиксы. И никогда не сталкивались ни с редактурой текста, ни с редактурой дизайна, ни с цветокоррекцией, с леттерингом, фигеттерингом и прочей нечистью. Например, редактор, помимо каких-то грамматических ошибок, постоянно исправлял фразы персонажей, которые, по его мнению, звучали некорректно. Ну, например, в предложении «Себастьян, я сейчас узнаю, что это за хлам!» заменял слово «хлам» на другое. Или ругался на бессмысленность некоторых фраз чеса. Наивный. Поэтому нам приходилось писать правки на его правки, а правок было более двухсот. И углядеть за всеми, учитывая нашу загруженность, было крайне тяжело. В итоге в финальную версию комикса проскочило несколько ошибок. Вот, например, тут должно было быть. Погоди, мне реально необходим этот микрофон. Необходим, чтобы играться с ним, подключая к комбику. Но редактор посчитал, что повторять одно и то же слово плохо и исправил. Ну, а мы не заметили. Теперь это звучит так. Погоди, мне он реально нужен. Необходим, чтобы баловаться с ним. Логично. А еще есть пара ошибок с размещением баблов. Так что непонятно, какой читать сначала, а какой потом. А еще мы зачем-то написали винтовая лестница, хотя там явно п-образная. А еще есть вот это. В общем, косяков хватает. Но не судите нас строго. Мы все равно очень старались. А об этих ошибках узнали только уже после старта печати. По поводу английской версии. Мы планируем ее выпустить после завершения английского сезона. Мне кажется, раньше выпускать ее не имеет смысла. Плюс, если честно, я очень слабо представляю себе работу над ней. Вполне возможно, что конкретно на английскую версию мы даже будем организовывать краудфайдинг или что-то в этом роде. Так как средств еще и на английский тираж у нас явно не хватит. Плюс предстоит работа с адаптацией текста и так далее. Я очень не люблю краудфайдинг. Я не знаю, как он произносится правильно. И прочий сбор средств, но тут уж никак без него. Для любителей считать чужие деньги, я знаю, что у нас такие, к сожалению, имеются, не переживайте. Мы не разбогатеем. Средства, полученные с продажи русскоязычной версии, пойдут на второй сезон. В общем, мы очень много сил вложили в этот комикс. Старались сделать его максимально информативным и по доступной, как нам кажется, цене. Чтобы каждый желающий смог его приобрести. Надеюсь, вам он понравится. И еще один момент очень важный для нас. Для тех, кто уважает наш труд, не сливайте комикс в интернет и не поощряйте тех, кто это делает. Это очень плохо скажется на продажах и, следовательно, на нашем доходе. В результате чего нам придется искать сторонний заработок и производство второго сезона сильно затянется. В принципе, это и так понятно, как по мне, но, мне кажется, будет не лишним пояснить. В общем-то, это все. Заказывайте комикс и другой мерч в нашем магазине. И не переживайте, если отправка будет происходить с небольшой задержкой. Возможно, первое время заказов будет очень много и мы просто не будем успевать все оперативно отправлять. Не переживайте, я уверена, что комиксов хватит на всех. А если не хватит, закажем дополнительный тираж. Также хочу напомнить, что вы можете приобрести все эти замечательные скетчбуки в 28 и других магазинах. Ссылочка в описании. Мы с вами разрабатывали дизайн и с продажи этих скетчбуков нам тоже прилетит копеечка. Так что это тоже все официальный мерч. Спасибо, что поддерживаете нас, мы это очень ценим. Второй сезон в процессе. Наверняка скоро выйдет какое-нибудь видео на канале Ксайдовник. Не важно, когда вы смотрите это видео. Так что всем удачи, всем ау-ау! Субтитры сделал DimaTorzok